Приветствую вас! Я помню, что вы задавали у нас свой вопрос такой, ну, то есть не такой, конечно, как вы задали в этот раз, вы написали там, что ваш парень вам врет или нет, и, в общем-то, там стало понятно, что были определенные проблемы у вас с вашим молодым человеком, да, потому что вы его подозревали в измене, отбирался и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас вы пишете о том, что вы узнали про его измен, и измен было много, вы ему об этом сказали, вот, и, в общем-то, произошел между вами разрыв с его, в принципе, эффектами в данном случае, и вы знаете, вот, по тексту вашего сообщения, по тексту вашего письма, что мне хотелось бы у вас, ну, во-первых, спросить. Вот, вы пишете, когда я все узнала, то не сразу сказала, ему просто пыталась поговорить. Ага, вопрос, о чем? Вы пытались с ним поговорить. Ага, вы надеялись на что? Что он растут свои слова назад, или, может быть, вы думали, что он извиниться перед вами? Или что-то еще? То есть, вот этот момент, он, на мой взгляд, кажется, ну, достаточно важным. То есть, на что вы рассчитывали, когда пытались с ним поговорить? Мне бы очень хотелось, чтобы вы для себя этот аспект четко осознавали. Потому что, чем четче вы будете понимать, тем больше у вас будет, ну, по сути дела, информация о том, ради чего и для чего вы пытались с ним поговорить. Это предусловие, что молодой человек, в общем-то, вас всячески унижал еще до того, как вы обо всем узнали, грубо говоря. Следующий момент, который вы пишете, это то, что он, как я понял, теперь не хочет отдавать вам ваши вещи. Теперь вы не знаете, как эти вещи, собственно говоря, вернуть. И, с другой стороны, мужчина постоянно о себе напоминает, надеется на то, что вы вернетесь к нему и, в общем-то, делает все для того, чтобы вы о нем не забыли. И вот возникает вопрос, откуда у него такое рвение, для чего он это делает, чего он хочет и так далее, так далее, так далее. Ну, во-первых, нужно сказать так, что мужчина при всех своих недостатках, то есть при том, что он, в общем-то, вам изменял откровенно, да, и что он не уважал вас, он относился к вам, мягко говоря, плохо, да, и обманывал вас, он все-таки вами дорожил. И именно по одной причине, что он вами дорожил, вы для него являетесь не самым последним человеком. Он вам отвел в своей жизни определенное место. Вы для него были его девочкой. Да, он вам изменял, да, он развлекался с другими женщинами, он как бы вас оскорблял, это все понятно. Но ему для статуса своего во многом, я думаю, благодаря тому, что общение с друзьями у вас было, да, то есть вы общались с его друзьями, и его друзья вас знали, и, соответственно, для молодого человека вашего, совершенно было очевидно, что вот он находит в компании своих друзей так, что у него есть, значит, ну, девочка. И он привык к этому статусу, к статусу того, что у него есть девочка. И все те женщины, с которыми он вам изменял, это для него были связи не серьезные, потому что они не давали ему того статуса, который давали ему вы. Собственно говоря, когда вы расстались с ним, вы лишили его этого статуса. Вы лишили его статуса мужчины, у которого есть девочка. Вы показали ему, что он теперь остался один, без своей девочки. И для него это шаг назад. Кроме того, он был уверен, что вы его, и что вы никуда не денетесь, а вы показали ему свое, свои воли, и в результате он понял, что от него далеко не так многое зависит, как, например, он думал. И, соответственно, из-за этого он теперь считает, что вы его унизили. Он теперь считает, что вы лишили его того, что принадлежит ему по праву, то есть вас, себя. Вы лишили его себя. И из-за этого он чувствует, что его гордость, его самолюбие, его самооценка, а также поведение, которое его друзья не одобряли. Теперь все это больно бьет по его самомнению. И, соответственно, как результат, это самое самомнение у мужчины теперь подорвано. И он использует все средства, возможные для того, чтобы вернуть себе ощущение прежнего себя. Это ощущение, что он, например, на коне ощущения, что он, например, там, что там он, это ощущение, что он, например, там, как вам сказать, что он действует правильно, что у него есть все, что он ничем не хуже других людей и так далее. И вы для него именно кличик к тому, чтобы доказать и себе, и другим, что он такой никакой, ничем не хуже, а то и лучше других людей. Поймите, что в социальном аспекте, в социальном плане, то, что делает ваш мужчина, то, что делает ваш мужчина, это не очень хорошо. В социальном аспекте мужчина, по сути дела, преследовал две главных цели. Цель быть успешным и цель жить для себя. Он хотел и там, и там, и в итоге проиграл все. В итоге он потерял, можно сказать, все. И с этим ему теперь придется жить. И это ему теперь неприятно как раз. Ему неприятно, что он может потерять то, что у него было. А он, скорее всего, это потеряет. По крайней мере, так мне кажется, так мне показалось, исходя из того, что вы написали. То есть, если вы, я правильно понял, если вы не собираетесь его прощать, не собираетесь прощать своего мужчину, да, то, соответственно, вряд ли можно говорить о том, что у него будут какие-то шансы, да, на то, чтобы вас вернуть. Но вот он и не хочет признавать своего поражения. Не хочет признавать, что потерял с концами тот, что его не ценил. И поэтому к вам пристает. Не совсем мне понятна, я бы сказал, тематика направленных, если угодно, вашего вопроса. С одной стороны, вы говорите, что вы помогите справиться с разрывом отношений. А с другой стороны, вы пишите внизу, в конце, объясните, почему он просто точно так же не дойдет, зачем напоминать о себе. Если говорить об этом, и добавить к тому, что я уже сказал, то здесь нужно напомнить вам, что мужчина – это существо гордое. И как любое гордое существо, мужчина не может дойти к вам, потому что это было бы для него унижение. А унизиться ваш мужчина не может, потому что, ну, на самом деле, по той же причине, по которой он и изменял вам со мной лицом девушек. Он изменял вам для того, чтобы самоутвердиться, он и продолжает это делать. Самоутвердиться за вас, за счет других, и, собственно, это же им и движет желание самоутвердиться теперь уже со счет того, что вас вернут. То есть показать, что вы настолько дороги, что он настолько дорог вам, что вы ему все простили и вернулись к нему. Ну, согласитесь, это, мягко говоря, не очень хорошо. И даже, если он руководствуется один за другим, например, там, не знаю, не желанием, например, признаться, что ему требуется больше действий для того, чтобы вы простили его. Или, например, наоборот, страхом, что вы дадите ему полный отказ. Сравдание говорит об отсутствии должного верности в себе. Ну и говорит о том, что у него проблемы с самооценкой, потому что человек, у которого, мужчина, у которого нет таких проблем, вряд ли будет изменять свою девушку, да еще много раз, да еще не признавать этого и потом так себя вести. Что же касается того, как справиться с разрывом. Здесь вот ситуация такая. Объективно вы человека не знаете. То есть вы думали, что вы встречаетесь с одним мужчиной, а действительно вы встречаетесь с совсем другим. Почему? Потому что ваш мужчина вам изменял. И, соответственно, его измена, это, по сути, доказательство того, что это не тот человек, которого, ну, которого вы знали. Это не тот человек, с которым вы строили свои отношения. Но, на самом деле, это другой человек совершенно, которого вы не знали или который не хотел, чтобы вы его знали. И в результате этого начинали вы встречаться с одним, а как бы вот на данный момент вы уже с другим. И правда в том, что вам не обгонимо для себя, вот, понять. Вы любите не того мужчину, который есть на самом деле, а вы любите того мужчину, который есть у вас в воображении. А вы это мужчина, который есть у вас в воображении, он вас не предаст. Мужчина, который есть у вас в воображении, он бы вам не изменил. А изменил тот, кому воображение у вас нет, кому сознание у вас нет. Изменил реальный человек. И, к сожалению, это нормально. Человек действовал исходя из своих интересов, человек представил вам свои цели, он их реализовывал и был с вами. Он вас предал, да, он вас предавал не один раз. Но предавал он вас только с подницей того самого человека, который был у вас в воображении. А не реального. Потому что реальный человек преследовал свои цели. И даже сейчас, пытаясь вас вернуть таким вот изощренным образом, человек преследует свои цели. Ведь если бы он думал о вас, он бы сделал все, чтобы вас вернул, исключая личные встречи и так далее, и так далее, и так далее. Но он этого не стал делать. Потому что его важно, в первую очередь, он сам. И поэтому, если говорить о том, как вам справиться с развивом, то я бы порекомендовал для начала понять это. Что в действительности вы любили того, кого нет. А создали вы образ того, кого нет на основании как раз таки реального человека, который существует. Почему? Потому что вы хотели его видеть. Почему? Потому что вы игнорировали какое-то время, по крайней мере до того момента, когда вы задали свой первый вопрос. Вы игнорировали проявления тех моментов, которые были бы не характерны для того идеального образа, что был у вас сознанием. Когда это перешло определенную грань, вы поняли, что игнорировать дальше подобные тревожные знаки не стоит и начали рассматривать человека поближе. И только вы начали рассматривать человека поближе, сразу выяснилось, что он совсем не такой, каким вы его себе представляли. А значит и любили вы того, кого нет. Вам сейчас нужно отвлечься, вам сейчас нужно больше думать о себе, вам сейчас нужно постараться как можно меньше с ним видеться, постараться как можно дальше от него отойти. То есть сказать, что вот если вам нужны вещи, например, которые у него остались, пусть он передает там через своих друзей. Поговорите с его друзьями, с которыми у вас хорошее отношение. Попросите, чтобы эти друзья забрали у вашего бывшего мужчины ваши вещи и передавали вам, ну по крайней мере, столько, сколько он готов отдать. Либо, чтобы они собрались и сами сказали ему, что, ну, дорогой, по джиму ты ротажа девочка, а вещи ей еще не отдали, что это некрасиво. То есть тут все зависит от вас. Вам же надо действовать исходя из своих интересов, вам нужно двигаться в направлении своих целей, своих желаний. Не слушать при этом никого и получать как можно больше новых впечатлений, потому что только это поможет вам не забыть человека, а как бы притупить, притупить вот эту вот обиду и боль, которые у вас остались. Потому что в действительности обиды и боли – это ваши переживания, и они уйдут, когда вы, как я сказал, сделаете своими мыслями. Ну, то есть частью своих мыслей. Так будет, наверное, правильно. Вот. Что же касается того, что вы его до сих пор любите, то, как я уже сказал, после таких вещей любить человека нельзя. Особенно очевидно, что вы любите кого-то другого, и вам нужно постараться привыкнуть к этой мысли, что вы любите другого человека, а не того, что есть на самом деле. Соответственно, исходя из этого, можно резюмировать, что вы поступили совершенно правильно, по крайней мере, первая ваша часть письма напоминает, как бы, такое, знаете, желание получить поддержку, что ли. Я думаю, что вы правильно сделали. Ну, наверное, разве же только публично унижаться его не стоило, но понимая вы были на эмоциях, и жалеть об этом тоже не нужно. Вам сейчас нужно будет просто больше думать о себе и не позволять даже в дальнейшем так с собой обращаться. Так как, если вы видите у мужчины какие-то странности, то обязательно сразу старайтесь это выяснять, сразу старайтесь расстраиваться с точкой ноты, либо мужчина станет честным, либо нет. То есть не нужно откладывать это в долгий ящик, если думать, что все само собой образуется, в данном случае ничего не образуется, что мужчина все равно будет выглядеть так, как он вел, и он не вряд ли изменится, по крайней мере, сам по себе. Если не изменится сразу, то он не изменится. Ну, что можно еще вам сказать? То, что вам было очень больно, понимаю, что это унизительно, но на всякий случай скажу так, что дело не в вас. То есть дело не в том, что вы такая плохая, или что вы не удовлетворяете своего мужчину, или что-то еще. Дело в том, что ваш молодой человек сам по себе такой, что ему нужно подтверждение своей мудрости, ему нужно самоутверждение, ему нужны какие-то моменты доказывающие, что он идеальный, что он крутой, что он востребованный. И отсюда происходят меры. То есть не воспринимаете его поведение, не воспринимаете то, что вам стало известно так, как будто это направлено на вас. А воспринимаете это как то, что молодой человек просто-напросто не смог оценить вас, не смог удержать вас, не смог понять, что за женщина с ним, и он настолько не уверен в себе, что ему требовались измены для того, чтобы доказать себе, что он полноценный. Потому что других причин для подобных прямопроводений быть не может. Ну, либо эгоизм, но это, наверное, еще хуже. То есть, чтобы вам меньше было больно, вы принимаете измены как показатель слабости вашего мужчины, но никак не что-то дискредитирующее вас. Пожалуй, я бы сейчас порекомендовал вам как можно больше получать новых впечатлений, как можно сильнее уставать, не общаться ни в коем случае с этим молодым человеком. Большое количество впечатлений, сильные усталости, отсутствие времени помогут вам быстрее забыть все это, как и странный сон. Ну, забыть здесь довольно условный термин, на самом деле вы не забудете, просто измените к этому отношению, будете менее болезненно реагировать. Но вот опыт, необходимый опыт из этого извлечь все же стоит, чтобы в будущем не повторять таких ошибок. На этом, пожалуй, я закончил. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, буду рад вам помочь. Пишите в личку, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...